В эфире новости губернии. Здравствуйте в студии Татьяна Потоцкая. И сначала коротко о главных темах выпуска. Надежный как кремень на Новокубышевской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новый мощный экологичный турбоагрегат в помощь современной установки с символичным названием. Но в Самаре отопительный сезон на все 100% до сих пор стартовал не везде. Где в областном центре все еще мерзнуто, почему теплее в квартирах стало только после визита нашей съемочной группы. Что им снег, что им зной, сроки все равно вышли. Почему в Самаре обещанных работ по ремонту и благоустройству все лето ждали, где эти самые работы довели до уголовного дела и кто виноват, наши корреспонденты разбирались в ситуации. С сегодняшнего дня в Самарской области зарегистрирована самая крупная частная генерирующая компания страны. Таковы результаты реорганизации КЭС-холдинга. Это скажется и на налогах, поступаемых в бюджет региона. Новость сообщили сразу после запуска нового турбоагрегата на Новокубышевской ТЭЦ. В торжественной церемонии приняли участие губернатор и руководитель компании. О преимуществах современного оборудования Ольга Павловская. Вместо традиционных ножниц ленточку перерезают вот такими кремневыми ножами. Здесь все с особым смыслом. Ведь этот турбоагрегат в помощь энергоустановки «Кремень». Он был запущен на ТЭЦ в прошлом году. Вместе они могут многое. КПД на 3,3% выше. Касаемо этого оборудования цифры немаленькие. Оно полностью на долгие годы решает вопрос энергообеспечения Новокубышевска. При этом ориентировались не только на нынешние запросы города, но и на дальнейшее развитие территории, строительство жилья и крупных производств, например, входящих в нефтехимический кластер. Ресурсов хватит на всех. Это позволяет нам не только обеспечить на долгие годы вперед развитие Новокубышевска или этой зоны, но мы даже можем поставлять электроэнергию за пределы области. И, видимо, это будет делаться. Плюс современные мощности. Это очень важно. Себестоимость выработанной электроэнергии и тепла снижается. Руководитель кэсхолдинга благодарит руководство области за отсутствие проблем с согласованием проекта. Со своей стороны обещает отсутствие проблем с энергообеспечением населения и производств как минимум на 40 лет. Живо во время общения с журналистами становится ясно. Вот в эксплуатацию турбоагрегата не единственная радостная новость для Самарской области в этот день. Действительно, мы сегодня получили свидетельство о завершении реорганизации кэсхолдинга. У нас теперь вместо ТГК 6, 5, 9 и кэсхолдинга существует только Волжская ТГК. И для Самарской области, просто в Самарской области стало... В Самарской области теперь зарегистрирована самая крупная генерующая компания, частная генерующая компания страны. Вот. Ну, это даже там скажется на налогах определенным образом. Холдинг и правительство Самарской области уже несколько лет работают в тесной связке. Энергоблоки Сызранской и Новокубишевской ТЭЦ – одни из самых технически совершенных в Среднем Поволжье. Столь крупных проектов в энергетике на территории региона не было уже более 30 лет. При этом современное оборудование значительно снижает воздействие на окружающую среду. Стоят ПГУ, так называемая, это на сегодня самая современная промышленная технология. И это большой тоже для нас плюс. Почему? Потому что, ну, Самарская область очень сильно, скажем, насыщена разными там предприятиями, где, в том числе с экологией, условно, не все может быть нормально. И в этом смысле вот все, что делается, это еще с точки зрения экологии для населения исключительно важно. Поэтому мы сегодня здесь, понимая и осознавая, что дальнейшее развитие без вот подобного рода вещей не может быть. Также глава региона и руководство КС Холдинга обсудили вопросы энергообеспечения будущего стадиона к чемпионату мира по футболу и всего района, который там будет построен. Большой спорт придет в Самару в 2018 году. Первый камень в основании арены этим летом заложил президент России. Ольга Павловская, Александр Ерофеев, Новости губерния. Исторический центр Самары ждут большие перемены, точнее, они уже начались. В рамках подготовки к чемпионату мира запланирована глобальная реставрация. Все, что увидят гости города, должно запомниться, в хорошем смысле слова. В этом году освежили фасад 12 жилых домов. В 2015 приступят к ремонту зданий вблизи площади Куйбышева. Виталий Портнов о планах и о том, что уже сделано. Дома исторические, цвета старые, а вот краски новые, еще свежие. Центр города в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу по гостевому маршруту постепенно меняется. Отремонтировали фасады зданий и заменили кровлю там, где это было необходимо. Основная сложность, говорят строители, сохранить было вид. Проезжая часть, люди ходят, сложно было заниматься этим делом. Поставка материала доходится в черте города. Лепнины, сами видите, новые постройки, где просто стена, то ли здесь. В этом жилом доме на улице Куйбышева 129 работы уже завершаются. Осталось наладить водосток. В рамках программы подготовки областной столицы к проведению чемпионата мира, она рассчитана до 2018 года, в этом году свой внешний вид поменяли 12 домов. На ремонт выделено более 80 миллионов рублей. В будущий год мы планируем реализовать мероприятие по улицам, расположенным вокруг площади Куйбышева, это улица Красноармейская, улица Чапайская. Количество домов будет определено, исходя из стоимости затрат на проведение ремонта фасадов. По плану пока 15. Работы по обновлению фасадов будут проводиться ежегодно до самого чемпионата мира. Виталий Портнов, Александр Каракулько, новости губернии. А зданием исторического значения вернут первозданный вид. Пристальное внимание к интерьерам. На общественной презентации проектов министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова вместе с членами Совета по культуре при губернаторе обсудили музейные проекты. В стадии разработки реконструкция купеческой лавки Рытикова в доме музея Ленина, в списке и подвальное помещение музея Модерна, там появится постоянная экспозиция основы Модерна. Она займет на четыре зала, а в зале с расстрелянной стеной планируется разместить видеоинсталляцию на тему Октябрьской революции. Нам бы хотелось сделать там блок, который показывает информацию, фотографии, видео, какие-то предметы, связанные с Первой мировой войной, с революцией. И такую инсталляцию, которая бы там редко, раз в 10-15 минут на этой стене возникали бы такие противоречивые образы этой эпохи. Это может быть и марширующие солдаты, и фрагменты из балета. Со следующего года в Самаре заработает комплексная муниципальная программа по улучшению санитарного и эстетического состояния территорий городского округа. Программа рассчитана на 4 года, общий объем ее финансирования превышает 7,5 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на заботу о дорогах областного центра благоустройства территории, ликвидацию несанкционированных свалок и спил аварийных деревьев. На заседании профильного комитета Самарской думы ее положение рассмотрели депутаты и отстояли объемы финансирования на благоустройство. Создание программы обусловлено необходимостью выработки комплексного системного решения вопросов в сфере благоустройства, обеспечивающих кардинальное улучшение качества жизни населения городского округа Самары. Цель программы – это обеспечение организацией благоустройства на территории городского округа Самары. Вот была попытка администрации сократить эти средства на 24,5 миллиона, но мы как бы отстояли эти цифры и опять вернулись к тем, которые были в этом году, добавили 24,5 миллиона. То есть в тех же объемах, как и в этом году, эти работы будут продолжены и в следующем. Они тоже вошли в эту программу. За окном минус 10, а в квартире плюс 15. В нашу редакцию продолжают поступать звонки с жалобами жителей Самары. И через два месяца после старта отопительного сезона в домах на улице Новосадовой температура ниже нормы. Наши корреспонденты весь день разбирались в ситуации. Что удивительно, по мере того, как материал готовился к эфиру, батареи становились теплее. Закономерность или счастливая случайность, выясняла Екатерина Алексеева. Утро Лидии Петровой начинается не с кофе, а с прогревания собственной квартиры. Спасает газовая плита. Так и живут четвером с внучкой, правнуком и зятем. Жалобы управляющую компанию ни к чему не привели. Звонили в этом, вот на Ленинскую. И вот еще на Некравской ходили в дом правления дважды. Не работает начальница. У нее где-то аварийный. Ну как можно аварийный, когда уже прошло два месяца, мы мерзнем. Первый этаж, представляете, как холодно. Надежда Рогатовская вместе с матерью инвалидом Великой Отечественной войны живет в том же доме, только на третьем этаже. Столбик комнатного термометра едва поднимается до 17 градусов. В этом году, ну просто что-то из ряда вон. Ну вот с холодной вообще батареей. Если вот в одной комнате, вот там во второй комнате та батарея, она-то половина грелась, то есть и в прошлом году. В этом году вот верхушечки все теплые. Вон там бабушка лежит под двумя одеялами, нос не высовывает. По квартире в среднем 17 градусов. Это и то за счет того, что я из своей комнаты, из большой комнаты открываю дверь, вот оттуда более-менее тепло распространяется. И за счет вот стояков. Но у нас всего в квартире всего два стояка. Жители жаловались в ЖЭУ, а там сетуют на теплоснабжающую организацию. В ОТДК нас заверили. Подачу тепла осуществляют в полном объеме. Как доказательство, в соседнем доме с этим никаких проблем. Ну сейчас нормально, я хожу в халате голый. Чтобы прояснить ситуацию, отправляемся в ЖЭУ. Руководство даже в приемные дни на месте не застать. Вот и сегодня никого, кроме диспетчера. Начальник на месте? Начальника сегодня нет. А когда будет? Завтра. А вот можно в заседки по поводу отопления? На Новоседовое 171, вы просто говорили. Вам рассказали, лежать в управленческом компании. Там акт все. То есть там все есть? А почта вчера была, составили акт. Она подписала, отвезли в производственное технический отдел управляющей компании на листке 25. Что нет, да нет. В управляющей компании альтернатива, как выяснилось, тоже все очень заняты. Нету начальства, где у нас? У нас начальство, на территории. Ну, заместитель, директор кого-нибудь. Нам просто сообщили, что вам принесли документы по поводу плохого отопления по Новоседовое 171. Сказали, что документы здесь и там, что комитет не будет. Пока мы выясняли, в чем дело в этой прохладной истории, как-то сам собой наметился счастливый финал. Жители сообщили, батареи в квартирах стали теплее. Екатерина Алексеева, Егор Майоров. Новости губернии. Еще один самарский двор попал под проверку прокуратуры и дорожных служб. В результате установлен факт мошенничества и причинения вреда городскому бюджету на сумму свыше 160 тысяч рублей. То, что было прописано в контракте, выполнено, но, мягко говоря, более экономно. Асфальт похудел, детских аттракционов не досчитались. Чем может грозить такой ремонт подрядчикам, расскажет Виталий Портнов. Департамент благоустройства экологии Самары и подрядчики все больше обрастают скандальными историями. За прошедшие несколько недель в отношении компании «Легионбилдинг» и его субподрядных организаций, которые в этом году делали ремонт в 35 дворах, возбуждено несколько уголовных дел за мошенничество. Это после проверок прокуратуры районов города с дорожными службами. Условия муниципального контракта, он еще не закрыт, на сумму 69 миллионов рублей были нарушены. Где-то асфальт похудел, а где-то детских конструкций не досчитались. Пример – это двор по адресу Чапаевская, 127. Песочницы нет, так же, как и самого песка. Нет подпорных стенок, необустроенных хозплощадки и газоны. Асфальт, как и по другим адресам на Гагарина, Владимирской и Агибалова, здесь тоже похудел больше, чем на один сантиметр. Хотя по контракту его толщина должна быть 5. Сумма муниципального контракта составляла 618 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что фактически работы не в полном объеме выполнены, тем не менее приняты, сданы и оплачены. Подрядчик в этом случае, по версии следствия, сэкономил больше 160 тысяч рублей. Однако, по предварительным данным сотрудники надзорных ведомств, насчитали ущерб городскому бюджету на сумму более чем полмиллиона рублей. Это только начало проверки в самом разгаре. А в городском департаменте уверяют в обратном. Все те замечания, объемы работ, которые выполнены некачественно, все эти работы до квадратного метра будут сторнированы. Городская казна ущерба не понесет. Такое благоустройство, согласно Уголовному кодексу, тянет на лишение свободы до одного года. Конкретные лица пока не установлены. На календаре зима сроки по муниципальным контрактам давно вышли, но Самара продолжает преображаться. На Вилоновской занимаются газонами. Укладывать тротуарную плитку наконец-то закончили, так же, как и на проспекте Ленина. Но большой вопрос вызывает ровность поверхности. По ряду объектов еще у подрядной организации устраняют замечания. Это улица Вилоновская, это улица Рабочая, это улица Пензенская, на которой на сегодняшний день работы по ремонту межпутья с применением литой асфальт-бетонной смеси пока еще не завершены. Подрядным организациям за срыв сроков, прописанных в контрактах, это 31 октября, приходится платить штрафы и часть работ выполнять за свой счет. Все эти факты уже дают основания для того, чтобы попасть в черный список недобросовестных организаций. Переживет ли такой ремонт зиму, вопрос пока открытый. Виталий Портнов, Александр Каракулько, Новости губернии. Консультация врача через интернет, минуя регистратуру и очереди. В течение года это может стать реальностью для каждой больницы Самарской области. Проект уже был успешно испытан в нескольких медучреждениях, теперь нужна поддержка инвесторов. В этом говорили за круглым столом в больнице Калинина. Цель – привлечь как можно больше инвестиций в отрасль IT и здравоохранения. На очереди еще как минимум 14 инновационных проектов, которые выведут медобслуживание на новый уровень. Проектов до такой степени много, и задач до такой степени много, что имея двух, трех, четырех постоянных партнеров, эти задачи не решить. И, конечно, мы хотим привлечь как можно более других интеграторов, других инвесторов, которые смогли бы эти задачи решить достаточно короткий срок. Если мы не будем развиваться достаточно интенсивно, если мы не будем использовать те наработки, которые есть на сегодняшний день, мы просто-напросто отстанем от времени. Было три года финансирования по программе модернизации здравоохранения, информатизации в том числе, и было много очень вложено в эту сферу, разработаны информационные системы, внедрено в медицинских учреждениях. И сейчас вот стоит задача как-то этот потенциал уже использовать, сохранить и развивать перспективно, так сказать, тем, чтобы как бы приносить пользу здравоохранению, и повышать качество лечения пациентов. Большое событие в селе Тимашево, Кенель, Черкасского района. Стандарты современной медицины теперь доступны детям и взрослым. Свои двери открыла новая поликлиника. Долгое время местное здравоохранение находилось в подвешенном состоянии, медики не имели своего здания. В 2012-м ситуацию взял на контроль губернатор, и вот, наконец, построенное с нулями до учреждения уже принимает первых пациентов. Перемены оценил и Евгений Долгих. Первый врачебный кабинет появился в Тимашево ровно сто лет назад, однако даже в 21-м веке качество медобслуживания в поселке оставляло желать лучшего. В 2005-м году старое здание поликлиники было перепрофилировано под другие нужды. Врачи вынуждены были скитаться. Педиатры вели прием в школе, физиотерапевт принимал в полиции. В этой поликлинике не только приятные интерьеры и самое современное оборудование. Главное, все специалисты принимают пациентов здесь, а не в разных местах, как это было раньше. Кроме того, открыт дневной стационар на почти два десятка мест. Одно из первых комфортных условий в палатах оценила Зоя Нуждина, страдающая гипертонией. Капались мы на фрузы, тоже дневной стационар был. Просто там была небольшая комната, и вот в этой же комнате и уколы делали, и систему ставили. Короче, все, персонал хороший у нас, относится хорошо, все вежливые. Никто не, все нормально. Ситуация в местном здравоохранении изменилась после визитов Тимашева Николая Меркушкина в 2012 году. По поручению губернатора в рамках областной программы было выделено 28 миллионов рублей. За 25 построили модульное здание, 3 ушло на закупку медтехники и мебели. Радиус обслуживания – это не только села Тимашево, но и близлежащие села. Общая сложность – 10 тысяч человек. И взрослого, и детского населения. Порядка двух с половиной тысяч детей. Штат поликлиники полностью укомплектован. Работает процедурный кабинет и собственная лаборатория. Тут же располагается пост скорой помощи. Для машин построен теплый бокс. Здесь более 40 человек прибыло по программе «Земский доктор». Идет очень большое омоложение. И такая ответная реакция всегда на контроль правительства Самарской области. Это уже четвертая модульная поликлиника в Самарской области. Проект признан успешным, а значит совсем скоро. Стандарты современной медицины будут доступны для других жителей Самарской глубинки. Евгений Долгих, Александр Дудко. Новости губернии. Кенель, Черкасский район. Пять спортивных площадок, три акушерских пункта и новую молочную ферму построили в этом году в Красноармейском районе. Благоустройства и инвестиции все в комплексе удалось реализовать благодаря региональной программе устойчивого развития сельских территорий. Помог и федеральный бюджет на социальную сферу АПК. Самарская область в этом году привлекла колоссальные средства свыше миллиарда рублей. Участвует в программе «Все районы». О положительных примерах Сергей Павлов. Коровы, корма, помещение – обычная на первый взгляд картина. Сравнить с прошлым годом изменения разительные. Все базы прошли реконструкцию. Дойное стадо выросло в два раза. Появился и новый объект – доильный зал. Просторно и, главное, комфортно. Резиновые палы и комнаты для персонала. Молочный блок, где тепло постоянно поддерживают инфракрасные лампы. В планах строительство зернохранилищ и ввод орошения. Инвестор пришел в Арсентьевку всерьез и надолго. Вкладывает, строит жилье. Отдача – рентабельное молоко и господдержка. За два года более 20 миллионов рублей в виде различных субсидий. Мы просто приходим к тому, что нужно экологически чистый все было. Своё мясо было, своё молоко было. Если в дальнейшем, может, мы молочку построим, сами будем производить молоко, кефир, сметана. Инвестиции и благоустройство на селе – стороны одной медали. Создавать современное производство без комфортной среды обитания сейчас вряд ли кто решится. Поэтому изменение облика или фасада глубинки – задача для государства номер один. Её воплощение – программа устойчивого развития сельских территорий. Это и прокладка газа и воды, строительство нового жилья и даже спортплощадок. О которых, кстати, здешние школьники мечтали несколько лет. Свершилось. В посёлке Кировский появился современный корт. Теперь будет и поле, и мы нормально будем заниматься, и хоккеем. То есть у нас не было возможности залить и хоккеем заниматься. Ездили в район. Ещё одна универсальная спортплощадка открылась в посёлке Чапаевский. Здесь ждать не стали. Залили лёд и устроили первую хоккейную тренировку. Вдобавок к площадке школьников снабдили инвентарём и формой. Вложение у молодёжи в социальную сферу, считают эксперты, это надёжная инвестиция в будущее. Средств, выделенных на устойчивое развитие сельских территорий, с каждым годом всё больше. Это, конечно, заслуга губернатора, потому что он умеет решать вопросы по привлечению федеральных средств. В следующем году программа расширит спектр мероприятий. Аграрное ведомство станет курировать строительство малокомплектных сельских школ. Сергей Павлов, Дмитрий Столяров, Новости губернии, Красноармейский район. В областном главке уже начали готовиться к Новому году. Подарки к празднику от ведомства получат 70 детей, чьи родители погибли при исполнении служебного долга. На заседании общественного совета обсудили итоги года уходящего. За 2014-й провели десятки профилактических акций и круглых столов. 330 детей из 8 регионов страны приняли участие в традиционном детском турнире по футболу. Активно работали и с населением. За год к общественникам обратилось 73 человека. По каждому факту проводилась проверка. 12% заявлений были, сообщалось в них о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел, неоперативном принятии решения по материалам, по расследованию уголовных дел. Значит, тут входили жалобы на органы прокуратуры, обжаловались даже такие, ну и с точки зрения людей, решения уже судов, вступивших в законную силу. То есть люди приходились на болевшим. На телеканале губерния стартует новый мультимедийный проект к 70-й годовщине Победы. Мы хотим рассказать непридуманные истории жителей области о войне и мире, жизни в тылу, письмах с фронта. Все это можно публиковать на наших страницах в соцсетях. И о вашем герое узнает вся губерния. Истории прозвучат в нашем эфире и лягут в основу нового телепроекта. Самарские художники попали в страну Зазеркалья и открыли сезон зимних встреч. Фестиваль с таким названием стартовал в галерее «Новое пространство». И пространство это авторы постарались максимально наполнить арт-объектами. Из области фантастики проект уникальный, в определенном смысле новаторский. Приложить руку ко всем представленным на экспозиции чудесам сможет каждый. Татьяна Пудова тоже узнала много нового. Посетителю стоит только перешагнуть порог галереи, и он сразу почувствует, что оказался в другом измерении. В этом пространстве все парадоксально и царит дурманящий запах цветов. Он идет не от картин, а от инсталляций. Организаторы отмечают лишь в Зазеркалье возможно открытия, которые вряд ли произойдут в действительности. Так мы встречаем эту зиму. Если мы раньше говорили о взаимопроникновении культур Востока-Запада, мы говорили два мира, одну я, то сегодня мы как раз вышли к теме Зазеркалье. А когда наш мир становится намного виртуальным, и многие поколения живут вот именно в компьютере, где реальность? В компьютере или здесь? Свою реальность художник Вячеслав Сухов нашел в акварели. Он не ждал успеха, каждый день выходил на улицу, захватив этюдник, и писал то, что видел. Постепенно картины перестали быть реалистичными. Их населили фантастические фигуры. Изучая акварель, обнаружил интересный факт. Материал можно исправлять. Там в старые века акварель, по сути дела, была исправляемая. Бумага была литая. И на ней, я вот даже замечал, вот идет учитель на некоторых картинках, я смотрю, у нее в руке тряпка. Для чего? Он тут же подходил, ошибку находил, он тряпкой вытирал, и ученик снова зарабатывал этот кусок. В Зазеркалье художники превращаются в детей и верят в чудо. Здесь невероятное становится очевидным. Это предлагают сделать и посетителям. И кибаны, чайные церемонии, акварель – все это можно не только увидеть, но и принять участие в мастер-классах, которые проходят здесь ежедневно. Сезон зимних встреч открыт до 7 декабря. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии. И на этом все новости. Увидимся. Генеральный партнер прогноза погоды – меховая ярмарка «Экспо Фурс». Новогодняя распродажа на ярмарке «Экспо Фурс». С 10 по 14 декабря. Все по себе стоимости. Дубленки от 7,5 тысяч. Только 5 дней с 8 до 23 часов. ВС «Экспо Волга». 3 декабря синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. У большинства районов ожидается снег. Ночью – минус 12, местами до 20 мороза. Днем – от 10 до 14, со знаком минус. На севере и западе региона – 12, 14, ниже 0, а на востоке юге – минус 10 градусов. Ночью в Самаре – без существенных осадков. Температура воздуха – минус 12, минус 17, местами до 20 градусов мороза. Днем в столице региона Тольятти переменная облачность, без осадков. Температура воздуха – минус 8, минус 13 градусов. Ветер юго-западный – 6,11 метров в секунду. Новогодняя распродажа на гермарке «Экспо Фурс». С 10 по 14 декабря. Все по себе стоимости. Мутон от 5 тысяч. Только 5 дней с 8 до 23 часов. ВС «Экспо Волга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова